Четкое изображение и минимальная лучевая нагрузка на пациента – таковы главные плюсы цифровой флюорографии и рентгена, приходящим на смену устаревшим аналоговым образцам. Именно такое современное безопасное оборудование появилось в Видновской взрослой поликлинике. На четвертом этаже обустроены кабинеты, в которых смогут принимать свыше 120 человек в сутки. У нас сегодня открывается рентген-кабинет, кабинет флюорографии, также цифровой, и планируется открытие рентген-кабинета в стационаре. Сейчас все оборудование низкодозовое, поэтому оно абсолютно безопасно для человека. Оценить новинки в лечебное учреждение приехала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Она подробно расспросила об их характеристиках и принципах работы. Легенду о том, что флюорография вредна и опасна человеку, мы должны с ней как-то покончить. Нужно вовремя сделать флюорографию и не допускать больших проблем с легкими, потому что от этого, как говорит доктор, страдает и все остальное в организме. Да, но выявляется злокачественное образование, изменения воспалительные, поэтому очень важно. Туберкулез выявляется. Оператор телеканала «Видное ТВ» Сергей Ларин решил на себе испытать новую технику и сделал флюорографию. Свежих очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. Единственное, что справа, в четвертом межеверии, вот мелкий кальцинат. Ну, на данный момент острой патологии нет. Оборудование появилось в учреждении благодаря НАСПроекту здравоохранения по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На ремонт кабинетов и закупку самих аппаратов было потрачено почти 50 миллионов рублей. Ранее подобные появились в амбулаториях поселка Володарского, Развилке и Южной поликлиники в Бутово. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. «Видное ТВ». «Видное ТВ».